МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. Главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Все лучшее детям. В Чувашии реализуется стратегия действий в интересах детей. Где футбольный мяч погонять? Продолжается ремонт школьных спортплощадок. Смена смене идет. Выпускники вузов получают дипломы. Как оградить подрастающее поколение от дурных примеров и как избежать социального сиротства? Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Напомним, что программа начала свою работу в 2012 году по указу президента РФ. Ключевые ее принципы – обеспечение соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье. На днях президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому период 2018-2027 годов станет в России десятилетием детства. В связи с этим он поручил актуализировать действующие государственные программы и планы мероприятий. Представить инициативные предложения для их реализации на уровне республики и муниципальных образований. Михаил Игнатьев отметил, что в рамках национальной стратегии действий в интересах детей в республике уже сделано немало. Одним из показателей качества проводимой комплексной работы является снижение подростковой преступности. По итогам пяти месяцев этого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в республике уменьшилось на 29%. Без преувеличения можно сказать, что свой вклад в это внесла пропаганда семейных ценностей. Мы в республике практически реализуем социально-ориентированную государственную политику по инициативе общественных организаций. И по инициативе разных общественных организаций мы текущие 2017 года объявили годом матери и отца. И много мероприятий сегодня проводим. Это очень важно. Формируется позитивное мнение. Заместитель председателя общественной организации Союз Жечнич-Уваши Нина Глотова рассказала о реализации общественных проектов семейной направленности. В 2016 году российским грандодателем был поддержан проект «Гармония в доме высшей реальности семейного счастья». Благодаря ему по всей республике проходят тематические выставки, концерты, конференции, круглые столы и мастер-классы. Их участниками стали дети и родители. Наши проекты о семье и для семьи. Для работы мы выделили три главные задачи – обучение, традиции, досуг. На координационном совете говорили и о государственной программе «Доступная среда». С 2012 года по 2015 год на ее создание направлено около 20 миллионов рублей. Средства были потрачены на оснащение 16 школ специализированным учебным, компьютерным, реабилитационным оборудованием, создание сенсорных комнат, приобретение подъемников для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом году два детских сада стали обладателями гранта в размере 14 миллионов рублей на организацию консультационных центров для родителей и детей раннего возраста с особыми образовательными потребностями. Важным подспорьем в профилактической работе с детьми стало социально-психологическое тестирование несовершеннолетних. Его результаты заставляют задуматься. «Было протестировано более 28 тысяч обучающихся школ и более 4700 студентов первого курса техников и колледжей. Результаты следующие. Среди школьников в зоне риска оказалось находить 3,8% обучающихся. Среди студентов в зоне риска находятся 2,3% первокурсников». По результатам тестирования для молодых людей, попавших в зону риска, разработаны индивидуальные программы реабилитации. Участники же завещания пришли к выводу, что одним из основных инструментов профилактики для таких детей является организация полезного досуга. В настоящее время услугами организации дополнительного образования охвачено 63% обучающихся. Сабина Вишневская, Андрей Спиридонов, Республика. Еще одно актуальное направление – обеспечение безопасности детей. В летний период юные граждане нуждаются в особо пристальном внимании. Трагедия на воде произошла в Аликовском районе. Накануне вечером в пруду утонул 9-летний мальчик. Известно, что плавать он не умел, взрослых рядом тоже не оказалось. Тело обнаружили на расстоянии 10 метров от берега. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. В том числе, в целях установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, он скончался от утопления в воде. Их либо повреждений на теле погибшего, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере, его смерти не имеется. В ходе проверочных мероприятий будут приняты меры по установлению обстоятельств, в результате которых указанная трагедия имела место. По результату проверки будет принято процессуальное решение. Это уже третий несчастный случай с ребенком на воде с начала этого года. Уважаемые родители, просим вас быть бдительными, не оставлять своих детей без присмотра, особенно вблизи водоемов. Предприятие Чувашавтодор по-прежнему остается крупнейшим должником перед своими работниками. Какие выходы ищет конкурсный управляющий, обсудили сегодня члены комиссии по противодействию коррупции. Очередное заседание провел глава республики. Об этом и других вопросах повестки дня репортаж Дмитрия Ковалева. Дорожная карта, в которой расписаны планы выхода предприятия Чувашавтодор из долговой ямы буксует. Работникам необходимо выплатить более 50 миллионов рублей. Общая сумма текущей задолженности составляет порядка 400 миллионов рублей. Общая сумма задолженности по заработной плате 53 миллиона рублей. В том числе по имеющимся сведениям текущая задолженность по зарплате 17 миллионов рублей. Проверка регионального Минюста показала, что предприятие не может реализовать имущество. Сроки торгов переносятся. Конкурсный управляющий говорит, весь процесс тормозит федеральное агентство по управлению госимуществом. По статистике за прошлый год из 700 таких отчетов у нас с Росимуществом только 5 положительных заключений. А на сегодняшний момент за 17-й год ни одного положительного заключения тоже не было получено с Росимуществом. Ни у одного арбитражного управляющего. У меня в штате 3 юриста. Вот посчитайте, на каждого по 17 дел приходится. Взыскивается порядка 65 миллионов. Если вопросы есть, вы ставьте эти вопросы. Называйте те оценки, которые от арбитражных управляющих поступают. Соответственно, в 90% случаев они возвращают. Тогда оценщики неправильно работают. Ну, уже третий раз. Тогда надо нанимать нормальных оценщиков, которые правильно оценивают все это дело. Поэтому мы готовы здесь оказать содействие максимально. Глава региона отметил, что погасить долги необходимо в ближайшее время. Примеры есть. Долги по зарплате Чуваш-Трансии мы погасили. Вторая сумма такая солидная у нас по Чуваш-Автодору. Поэтому Ольга Николаевна, вы давайте встречайте, взаимодействуйте и принимайте все эти решения во благо всех тех кружеников, защищая интересы государства. Члены антикоррупционного совета обсудили и другие вопросы. Правоохранителям все еще поступают тревожные звонки о хищениях средств, которые выделяются на реализацию госпрограмм. Только в Следственном комитете с начала этого года возбудили 8 уголовных дел. Преступные деяния, связанные с реализацией государственных программ, совершаются в различных сферах нашей жизни. Среди которых можно выделить обеспечение занятости населения. Это, например, незаконное получение денежных средств руководителям организаций, которые предоставляют фиктивные документы о работе в их организациях инвалидов. Развитие сельскохозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции. Это хищение незаконно получено субсидий, полученных на развитие именно сельскохозяйства. Два преступления в сфере госзакупок выявлено для государственных и муниципальных нужд. В 2016 году таких преступлений за год, значит, у нас было поставлено 16. Здесь определенные нам нужно предпринять усилия для повышения эффективности указанной работы. Значит, выявлено 26 преступлений в рамках решения текущей финансово-хозяйственной деятельности. Порядок необходимо наводить, нарушителям от закона не скрыться. Глава региона отметил, что коррупционные факты должны пресекать и власти муниципалитетов. Чиновники обязаны решить и другую задачу – вернуть в бюджет более 140 миллионов рублей. Это сумма неустойки за срыв контрактов? Учитывая, что муниципалитеты и органы исполнительной мласти сегодня активно защищают свои позиции, выходят своевременные суды по защите своих интересов, я думаю, ту сумму, которая будет определена судом, она вот вернется, ну, 10%. Понятно, конечно, у нас есть такие случаи, где вводится процедура банкротства на исполнителях контракта, и, соответственно, тоже оно невозможно уже к взысканию становится. Мы обязаны и должны взыскать, мы обязаны и должны взыскать, включая все те активы, которые, может быть, на третьи лица уже успели перевести, пока там проверочные мероприятия проходили, ряд других моментов, которые там возникают. Поэтому сотрудники есть, они знают во время проверки, что происходит, где какая ситуация. Глава республики поручил проанализировать, какие муниципалитеты активно пресекают саму возможность проявления коррупции. Поэтому рейтингу оценят и работу властей. Медрик Ковалев и Олег Якимов. Республика. Ассоциация автомобилистов России совместно с организацией «Зеленый город» проверили топливо на АЗС Чебоксары-Новочебоксарска. Качество бензина и предоставляемых услуг – это два основных параметра проверки. Специалисты брали пробы двух видов топлива – дизельного и бензина марки АИ-95. В мониторинг включили 14 заправок. Анализ проводили по важнейшим показателям. Это октановое число бензина, массовое содержание серы, фракционный состав, объемная доля бензола и общее загрязнение. Исследованием занималась Казанская испытательная лаборатория нефтехимических продуктов. Результат – пробы с 12 АЗС оказались в пределах нормы. А вот на других двух новочебоксарских – Чуваши Оил и Бестойл – специалисты заправляться не рекомендуют. В их бензине высокое содержание серы и превышающий уровень объемной доли бензола. А это чревато снижением мощности двигателя и проблемами с его запуском. Где погонять футбольный мяч? Этот вопрос теперь точно не будет волновать учеников Чебоксарской школы номер 10 и жителей окрестных домов. К новому учебному году здесь появится современное футбольное поле. Эта площадка во дворе 10-й школы находилась в плачевном состоянии и давно потеряла свою спортивную сущность. Все имеет свой срок и то поле уже пришло, по сути дела. Оно требовало модернизации и вот мы как раз попали в этот муниципальный проект. Спасибо за это городу, что они выбрали нашу школу. У нас сейчас появится новое футбольное поле размером 22 на 42 квадратных метра. Мы находимся в центре и эта площадка может быть доступна не только для детей нашей школы, но и для жителей микрорайона и для близлежащих организаций, для всех желающих, которые могут здесь играть и получать удовольствие. Столичная гимназия номер 4 давно нуждалась в современной баскетбольной площадке. И вот буквально за несколько недель на месте старого неудобного поля появилось новое с ограждениями и специальным покрытием. Заниматься спортом здесь комфортно и безопасно. Поверхность не скользит, предотвращает травмы. На этой площадке условия хорошие, мне нравится. Покрытие для уличного баскетбола достаточно хорошее, качественное. Раньше тут было резиновое покрытие, оно не разу, думаю, менялось, но вечно отрывалось. Мы так тренировались в зале, конечно же. Там и проводился касс-баскет по району. Но сейчас будет прекрасно на улице, на свежем воздухе. Больше возможности тренироваться. Когда я учился в этой школе, вот как помню, сейчас на этом месте было поле, заросшее дуванчиками. И о такой площадке мы могли только мечтать. Сегодня мы смотрим, у нас есть баскетбольная площадка. И я завидую тем родителям, дети которых смогут здесь учиться, смогут играть на баскетбольной площадке, дышать свежим воздухом. Очень рад за школу. Всего к началу нового учебного года появится пять новых спортивных площадок. Футбольная в школах номер 10, 40 и 61, баскетбольная в школе номер 48 и гимназии номер 4. На строительство данных объектов из городской казны направили 12 миллионов рублей. Именно эти пять образовательных учреждений были выбраны в этом году по ремонтным работам спортивных площадок. Потому что, во-первых, в школах в последнее время не проводились работы по благоустройству спортивных именно площадок. А также школы все с большим количеством обучающихся. То есть в школах обучается более тысячи учащихся. Главная задача и детей, и взрослых – сохранить это все в надлежащем виде на длительный срок. А приводить в должное состояние остальные пришкольные спортплощадки продолжат и в следующем году. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. В век пластиковой посуды, бутылок и летающих пакетов. Сложно найти место, где человек не оставил бы свой след. Особенно он заметен на природе. Далеко не все горожане следят за чистотой родных лесов. Мусор в скверах, парках и рощах множится в геометрической прогрессии. Роща Гузовского – одна из самых посещаемых в столице. Здесь с утра до вечера кипит жизнь. Дети резвятся на площадке, пенсионеры отдыхают под тенистыми деревьями. Студенты уединяются от городской суеты. По этой тропе как раз-таки проходит мой путь от универа до дома. И здесь я бываю, ну, несколько раз в неделю уж точно. Мне здесь нравится, тут очень прибрано всегда, и природы очень много. Чистота и уют всегда привлекают людей. Но мало кто задумывается о том, какими усилиями эта чистота достигается. Это уборка три раза в неделю случайного мусора, уборка очистка урн, а также подметание дорожно-тропезночной сети. Также мы планируем в летний период начать частично уже вырубку аварийных деревьев, а также уборку валюзника. С конца 2016 года более ста гектаров лесных массивов перешло в муниципальную собственность города. Это роща Гузовского, дубовая роща, роща Шупашкар и Обиковский лес. Преображение уже началось. С середины июня во всех зеленых массивах организована уборка территорий. Везде мусора много, особенно после выходных, хороших солнечных дней. Очень много шашлыки здесь делают и хотел бы обратиться к ним, чтобы за собой убирали хотя бы, я не знаю, в пакеты складывали. Потому что за неделю мы вывозим целый камаз, полный камаз мусора. И это заметим при условии, что погода особо не располагает к прогулкам в лесу. А что же будет, когда станет потеплее? Казалось бы, о том, что природу необходимо любить и беречь, знают все. Но неужели мы не знаем, как это нужно делать? Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Настоящий праздник, пусть и с небольшой грустью в сердце. В этом году 32 бакалавра стали выпускниками отделения журналистики Чувашского государственного университета имени Ульянова. 10 из них окончили вуз с отличием. На торжественном вручении дипломов побывал Рифат Фаткулин. Лекции, экзамены, защита дипломов позади. Четыре года изо дня в день сегодняшние выпускники открывали для себя мир журналистики. Осталось только получить долгожданную путевку в жизнь. Достаточно молодая кафедра уже имеет за плечами большую историю. 19 выпусков, несколько сотен специалистов и почти с каждым попадание в точку. Большинство выпускников отделения сегодня практикующие журналисты и пиарщики. Их материалы можно встретить не только в региональных, но и в федеральных СМИ. Выпускник отделения журналистики должен наравне с другими выпускниками других вузов Российской Федерации и зарубежных вузов тоже самое быть готовым работать в условиях конвергентной журналистики. То есть когда журналисты умеют и фотографировать, и писать, и операторское мастерство он овладел и так далее, то есть универсиальность нашей журналистики как раз в последнее время очень ярко проявляется. Университетские годы не прошли даром. И сегодня уже практически акулы-пера готовы отправиться в самостоятельное плавание. Анастасия Алангина с детства знала, что станет журналистом. Это была не просто мечта, а цель, к которой она упорно шла. Выпускница 2017 года, редактор национального телевидения Чувашии. Теперь она дипломированный специалист. Я думаю, во всем нужно искать правильный подход, нужно правильно распределять время, и тогда каждый студент может развиваться как и в профессиональном плане, так и в учебном. Я пришла на национальный телевидение Чувашии на первом курсе зимой, после первой сессии уже на творческую студию. Летом проходила практику, и на втором курсе уже меня взяли на работу автором проекта молодежной программы «Яшчух-щамрык-чух». И дальше все, поехала, закрутилась, завертелась. По словам молодых людей в темно-синих академических мантиях и конфедератках, упорство и труд – главные составляющие успешной учебы в УЗЕ. «Уникальность кафедры журналистики в том, что она дает возможность журналисту открывать какие-то двери, которые были для него еще закрыты до поступления на отделение журналистики. Это и телевидение, это и радиожурналистика, и это всевозможная рода пресс-службы. То есть в ходе практики ты можешь открывать для себя что-то новое и понять, что же именно твое». Спортивные или политические обозреватели, рекламщики или ведущие программ обменяли студенческие билеты на дипломы. Некоторые из выпускников устраивать каникулы не планируют. Сразу после вручения дипломов отправятся на работу. Теперь страна журналистики открывает для них границы полностью. Рифат Ваткулин, Игорь Зверев, «Республика». Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова